Время близко. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 25 по 40 стих. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость быть Ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женою? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже короткое, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие как не плачущие, и радующиеся как не радующиеся, и покупающие как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнею и девицею. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блаженнее, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Размышления, часть первая. То, что пройдет. Седьмая глава, с 25 по 31 стих. Павел не советует верующим отделять себя от своих повседневных обязательств и проявлять равнодушие к радостям и горестям жизни. Он пытается сказать, что мы живем в этом мире, но ему не принадлежим. Призывы Павла относятся и к нам, ожидающим скорого возвращения Христа. Мир, в котором мы живем, пройдет, а потому мы должны рассматривать все, включая и данный Богом и желаемый дар супружества, в перспективе нового мира, который установит Христос. Нам нужно не мирскими заботами, плохими или хорошими, себя связывать, а использовать свои земные обстоятельства, чтобы готовиться к вечности. Применение Какие приходящие вещи порой поглощают вас? Как вы можете использовать их для подготовки к вечному? Размышления, часть 2. Безраздельное внимание. Седьмая глава, с 32 по 40 стих. Мы все люди, и живем мы в падшем мире, а потому не застрахованы от переживаний по поводу окружающих нас обстоятельств и людей. В такие моменты у нас порой возникает ощущение, что происходящее зависит только от нас, и мы настолько зацикливаемся на том, чтобы все контролировать, что абсолютно забываем доверять Богу. Но как раз в такие времена, когда страхи грозят заполонить наш разум, нам нужно устремлять взор на Иисуса и искать Царство Божьего. У каждого из нас есть заботы, которые мы не можем игнорировать, но мы можем не позволить им вогнать нас в подавленное состояние. Нужно просто постоянно напоминать себе, кому мы принадлежим. Давайте же все делать от сердца, полностью посвящая себя Господу. Применение. Какие заботы одолевают вас сегодня? Что помогает вам освободиться от тревог? Молитва. Господь Бог, Ты благословил каждый сезон моей жизни и все обстоятельства. Помоги мне не отвлекаться и не гнаться за приходящими мирскими радостями, но всей своей жизнью показывать, кем Ты являешься для меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok